Слово для приветствия представляется главе Пушкинского муниципального района Евгению Ивановичу Жиркову. Всем добрый день, с праздником, с первым днём лета, с хорошей погодой. В Пушкинском районе достаточно много в последнее время экологических акций проходит, в том числе с участием добротворца. И мы сажали деревья, убирали мусор в парках, в водоёмах и на береговой зоне. Сегодня очередное мероприятие именно с участием добротворца. Ребята, которые не только сегодня занимаются вот такой благородной общественной деятельностью, но в то же время занимают свои профессиональные посты и трудятся на благо российского государства. Я хотел бы поблагодарить всех ребят, кто входит в эту группу добротворцев. Надеюсь, что мы совместно с вашей помощью очистим все водоёмы в Пушкинском районе. Спасибо всем с праздником. Спасибо, Евгений Иванович. Ну и начинаем нашу акцию. Сделаем нашу речку Серебрянку чистой, красивой. Да! Ну что, пойдёмте делать чистую Серебрянку? Да! Ну? Так, что-то вы не в эту сторону пошли. Всё, закончилась акция. Приветствую. Количество участников акции увеличилось. Напоминаю, в 11 часов на пешеходном мосту начальник управления архитектуры администрации Пушкинского района будет проводить небольшую презентацию планируемого благоустройства набережной реки Серебрянкина, которую нам правительство Московской области выделило 200 миллионов рублей. О, приветствую, приветствую, Дмитрий Зелен. Ну, мы-то, мы сами вот там убираемся, потому что здесь на открытие не стали. Мы в прямом эфире, на прямая трансляция. Да, мы с ребятами вот там вот зону убираем просто уже давно. Вот, нас приглашали на открытие, но мы решили побыть там, и мы пришли чистить берег Серебрянкина. Очень модный нынче интернет, у нас в группе в WhatsApp активно обсуждается, что люди там, депутаты, будущие депутаты, любят попиариться, поучаствовать в мероприятиях, в акциях. Поэтому это похвально то, что вы пришли чистить, и незаметно для других. А я, как житель, прихожу сюда, я каждый год в вот этой акции участвую, уже не первый раз. То есть, акция – это братворцы, наверное, по-моему, четвертый раз, не буду врать. Ну, да. Два здесь точно было Серебрянка, и вот сейчас третий раз. И я каждый раз приходил. То есть, сначала первый раз мы чистили как раз вот эту зону и ту, а потом мы ближе к водно-спортивной базе чистили, а там еще даже танк нашли. Ну, игрушечный, правда. А, я уже подумал, тот самый Т-34, который потом Андрей Дударев установил. Вот у нас нашли танк, и как бы вот пушкинское телевидение выпустило. Вообще, хороший был бы инфоповод, да, нашли танк в Серебрянку. Да, 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 вот как раз сюжеты сделали пушкинский. Напомню нашим зрителям, это Борис Землянский. Борис, Молодежный парламент, да, я правильно помню? Да. Молодежный парламент, да. Мы там вместе с Молодой Гвардией сейчас собираемся. Это не ваши ребята, девушки-богни? Молодец, да, представьте, Молодой Гвардией. Молодцы. Убрали уже там на той стороне? Ну, там очень много, там очень объемно. Я опять пойдем. Молодцы, успехов. Там очень объемно, потому что там же постоянно шашлыки жарят, ребята. Ну, да. К сожалению, никто не выбирается. Шашлыки жарить, конечно, людям тоже надо. И вот я знаю, что при благоустройстве набережной Серебрянки архитекторы запланировали здесь зоны шашлычные, под плететом и так далее. Так, мы пойдем дальше. Там что-то происходит. Евгений Иванович убирает мусор. А вот незнакомый герой, который, а вот я как раз рассказываю, вот он, незнакомый герой, и мы ему посвятим часть нашей прямой трансляции. Человек тихо, мирно, без, не могу приблизить, да, без окружения СМИ, депутатов, просто чистит берег Серебрянки. Ну, как показуха. Ведь стало чище, посмотрите, Ольга Петровна. Мы просто сейчас в прямом эфире с вами находимся, да? Да. И мы общаемся с Ольгой Петровной, представителем инициативной группы, которая сейчас пытается внести какие-то коррективы в проект благоустройства набережной Серебрянки, да? Правильно? Я с удовольствием бы пыталась, но сейчас это уже просто бесполезно. Единственное, что, слава Богу, вроде бы учли точку сброса, которая от запланированной, которой еще проекта нет, Ливневки. Давайте я вас покажу на секундочку буквально, с кем разговариваем. То есть, что эта точка сброса в реку Серебрянку будет учтена в этом проекте благоустройства. А где эта точка находится? Вот где овраг, как бы, вот эти вот новые дома, 46-й, 48-й. То есть, посреди имени между пешеходным и автомобильным мостами примерно, да? Да, между этими мостами должна быть точка сброса Ливневки. Мы очень надеемся, что это не только на словах нам сейчас вот... А, подождите, а в проекте получается, что там просто все заровняли и вода никуда не будет, не уходит? Конечно, этого ничего во всяком...